Всем привет! Это Ирина Воскресенская. И сегодня мы с вами готовим на удивление такой домашний, уютный торт, пряный, вкусный. Всем буду советовать, обязательно попробуйте и приготовьте. Тем более знаю, что многие еще его не пробовали, никогда не делали. Для его приготовления нам понадобится 150 масла размещенного. Я уже его растопила, нам нужно будет его растопить. Масло используйте 82,5%. Смотрите на упаковке, чтобы был написан состав только пастеризованные сливки. Только такое сливочное масло, настоящее, считается без добавок. Также нам понадобится 3 яйца, 150 грамм белого сахара, 120 коричневого сахара, 250 грамм моркови, 100 грамм орехов пекан. Вот такие это орешки, похожи на грецкие, немножко другие они. Мне вот они на вкус нравятся больше, конечно, чем грецкие. Они не горчат так. Но, в принципе, если у кого нет таких орехов, можно заменить или на фундук, или на грецкие орехи. 150 грамм яблочного пюре, 180 грамм муки, чайная ложка разрыхлителя, вторая чайная ложка соды. Из пряности нам понадобится чайная ложка корицы и 1-2 чайных ложки имбиря. Ну что, давайте готовить! Ну и первое, что нам нужно сделать, это подготовить морковь. Мы с вами ее сейчас подрем на мелкой терочке. Масло, если кто еще не растопил, надо поставить растопись и остудить его. Поэтому я самое первое, что сделала, это поставила на плиту сливочное масло. И оно у меня уже сейчас остывает. Натерить надо на мелкой терке 250 грамм. Морковь я натерла. Теперь мы берем с вами орехи. Орехи нужно перебрать, чтобы никаких скорлупок не было. Все орешки должны быть чистыми. И сейчас мы с вами их порежем. Орехи пекан очень хорошо режутся. Не хрустящие, очень вкусные. В чашку высыпаем оба вида сахара. Белый и тресниковый. И добавляем 3 яйца. Перед тем, как добавлять яйца, их, конечно, надо помыть. И используйте всегда вот не ножик, некоторые ножки стоят, а вот ложку. Так никогда скорлупа не попадет вовнутрь. Это очень удобно. Вот эту смесь мы хорошо сейчас забьем с вами миксером. Так, берем муку, специи, разрыхлитель и соду. Хорошенько с вами вот это все сейчас с помощью венчика перемешаем. Возьмем с вами сито. И будем это пропсеивать уже к взбитым яйцам с сахаром. Яйцо минут 3 сахаром взбивайте. Они у вас посветлеют и очень хорошо взобьются. Муку тоже не торопитесь. Хорошо все распределяйте соду и разрыхлитель, также специи, чтобы у вас не получилось, что в одном месте тесто будет разрыхлитель, в другом нет. Прямо аккуратненько. Вот так все с вами размешаем. Ну и теперь смесь муки просеем к взбитым яйцам с сахаром. И сейчас на маленькой скорости, также миксером все хорошо перемешиваем. Теперь добавляем яблочное пюре. Лучше использовать детское, без всяких вредных добавок. Морковь и орехи добавим. Все хорошенько с вами перемешаем. Духовку заранее разогревайте. 180 градусов, вверх-вниз и где-то около часа мы будем выпекать. В любом случае, проверяйте, проходит у вас где-то 40-50 минут и начинайте проверять зубочисткой. Так, вот мы перемешали лопаточкой и сейчас на малой скорости еще перемешаем миксером, чтобы все аккуратненько у нас и одинаково распределилось. И будем разливать уже по формочкам. Можно в одной форме выпекать, потом разрезать. У меня сразу есть три небольшие формы и я разолью сразу по трем формам. Перемешали. Добавляем растопленное сливочное масло. Еще раз перемешиваем миксером и тесто у нас готово, можно разливать будет по форме. Духовка заранее разогрета, напоминаю, 180, около часа. У меня маленькие формочки, мне может быть меньше времени понадобится. В общем, если выпекаете в одной, то около часа. Если в маленьких, то надо где-то 30-40 минут проходит следить, чтобы в серединке лучинка подходила сухая. Коржи наши испеклись и им надо хорошенько остыть на решетке. Ну, вот такие ровненькие у меня коржики получились. Теперь мы делаем крем и будем собирать торт. Для приготовления крема нам понадобится 100 грамм очень мягкого, хорошего масла. Масло надо качественное брать, 82%, которое в составе входит только пастеризованные сливки животного происхождения, то есть молочного, никакого растительных жиров. 80 грамм сахарной пудры, сахарную пудру тоже смотреть, чтобы она без сахара была такая прям не крупинками, а очень такая прям в крошечку, в хорошую сделанную. Можно купить, один раз попробовать, будете уже знать, какой производитель, какую пудру производят. И самое главное, значит, если масло у нас несколько часов, можно и на ночь поставить при комнатной температуре, оно очень мягкое должно быть. И мы используем еще, я вот в этот раз Хохланд, использую творожный сыр, сливочный сыр, творожный сыр должно быть написано. Вот это специально делает компания для кулинаров, вот как раз для приготовления таких крем-чизов, так называемых. Мы сейчас сахарную пудру с мягким маслом взобьем где-нибудь 3 минуты миксером. Для чего это делается? Если мы будем взбивать сначала масло, оно побелеет, и крем у нас будет намного белее, чем если мы сразу все соединим. Пока буду взбивать, обратно поставлю сыр в холодильник, 300 грамм мы его будем использовать, значит, 180, можно 100 пудры, на любителей 80, 100, вот так вот где-то. И 300 грамм холодного охлажденного сыра. Вот крем мы сделали, вот, вот такую насадочку, она очень удобная, круглая. Сейчас в серединке поставим маленькую точечку, и первый корж на него выложим. Кладем все аккуратненько, ровненько. И теперь будем вот наносить крем, аккуратно, не торопясь наносите. Мы будем делать это насадкой, поэтому у нас по всей длине и высоте крем будет одинаковый. Ну и вот так вот по кругу мы будем с вами его наносить. Теперь возьмем шипатель и тихонечко еще с вами разноровняем. Вот так вот. Будем вложить второй. Смотрите, чтобы он был аккуратненько, ровненько. С помощью шпателя можно смотреть еще. И так же опять будем сверху наносить крем. Морковный торт, коржи сами мы с вами ничем не пропитываем, так как сами коржи, они очень сочные. За счет моркови. Опять шпателем с вами выравниваем. И последний с вами корж кладем, переворачивая его дном к верху, чтобы поперскость была ровной. Так же смотрим, чтобы аккуратненько все было. Я показала вам одну порцию крема. Ее должно хватить на голый торт. Если вы будете покрывать еще и бока, то надо будет две порции крема. Сейчас еще остатками мы заполним кремом вот здесь в промежутках. Ну и теперь шпателем мы будем выравнивать торт. Хоть он у нас и голый, но все равно один слой крема должен покрывать, чтобы крошечки при нарезании не попадали. Аккуратненько шпателем выравниваете. Вот такой голый торт у нас получился. Сейчас мы будем украшать его ягодами и орехами. Украшать я буду голубикой и орехами пеканом. Они у нас и в составе торта идут, и сверху я их порублю и посыплю. Аккуратненько. Ну, вообще, по желанию, как хотите, так украшайте. А потом я покажу, что у меня получилось. Ну и последнее, что нам осталось, это немножечко сахарной пудры сверху. Ну все, приятного аппетита! ПОДПИШИСЬ НА'verпетят! ПОДПИШИСЬ НА'veре buffs к Saudi форуу Г conosцам! Продолжение следует...